Итак, третий, заключительный час на этой неделе нашей программы, и у нас в гостях писатель из Германии, член русского пенцентра Владимир Сергеенко. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И как оно там в Германии? Осторожный вопрос, да? Ну, с подголосом вообще нет. Нет, ну мы же теперь с визами живём, в отличие от турок, которым обещали, что их не будет, но и с санкциями, которых у турок точно нет и не будет. У нас как-то так с Германией было всё хорошо, а теперь как-то странно. Туркам обещали не только визы, членство в Евросоюзе, и будут ещё долго, наверное, обещать. Слушайте, может, нам тоже рэкетировать там? Я вот всё время предлагаю так пару миллионов таджихских, узбекских, хиргейских гастарбайтеров и наехать по методу Эрдогана. Реджип Таипович показал, как надо вести переговоры с Европой, и тогда, наверное, всё будет хорошо, что ли? Тогда нужно ещё выстроить систему, если рэкетировать, если вы имеете в виду, тогда нужно выстроить определённую систему волны беженцев, сопровождение, шлюзовую систему, вот это вот контрабанда человеческого тела, экспорт преступности, экспорт безопасности. После этого можно переходить к торгам. Преступности нам столько говорили про русскую мафию, что мы уже поневоле должны хоть когда-нибудь начать это всё оправдывать, хотя, по-моему, там как раз на границах, когда транзит машин шёл, то, по-моему, в основном украинские грабители шли где-то польские, где-то белорусские, там как раз до русской мафии дело-то не доходило. Но на самом деле смех-то смехом, а что там действительно творится? У меня такое ощущение, что когда я говорю с европейцами или с американцами, они смотрят на нас, ну, как на какую-то смесь Северной Кореи и чего-то вроде Зимбабве, ну, вот в буквальном смысле. Ну, утрировано, конечно, но это правда. То есть, если бы они были белыми? Существует такое понятие мейнстрим, этот вот общий поток сознания, над которым работают СМИ, над которым работает пространство, политики, то в этом пространстве, конечно, это смесь Зимбабве, смесь Северной Кореи, то есть Россия воспринимается так, но это в этом потоке. А в Сирии-то мы как работаем, это тоже они как Зимбабве воспринимают? Или им всё равно? Мы очень сильно всё поменяли ситуацию. У нас есть союзнические обязательства, и мы их должны выполнять, и нужно исходить из того, что в этом союзническом договоре мы всё-таки являемся определённой частью оппозиции, где-то мы ведём такую защитную деятельность русского-российского пространства. И это факт. Они вопрос, да, вот враньё входит такого масштаба в союзнические обязательства. Давайте рассматривать враньё, вот система создания всё-таки в Германии медийного пространства вот насчёт вранья. Давайте мне факт, а я вам буду говорить, вот это враньё, это не враньё. Потому что они сегодня работают, моё личное мнение, и мнение, скажем, сотоварищей, которых уважаю и люблю, что сегодняшний поток, вот этот мейнстрим создаётся настолько зензибель, вот он настолько тонкий и незаметный, что вот такой вот чисто рикетёрской предъявой, вот ты здесь врёшь, очень тяжело её дать. Она сегодня работает намного мягче, то есть идёт там, допустим, интервью у Тила Сарацина, это такой человек, который, опять же, в противовес общему клише, что есть рикетёрский или бандитский мир России, надо от него спасать. Он выступил ещё, мне кажется, лет 6-7 назад его книга вышла, 2010 год это был, когда у него вышла книга «Самоликвидация Германии». Потрясающе, по честности, кстати. Книга? Да, удивить странно. Это был мужественный шаг политика, который в самом деле стал говорить один из первых, и его услышали. Но потом его, конечно же, тот же Цу Гутенберг, министр обороны, который лишился своего кресла из-за плагиата своей докторской, он же его сильно атаковал, что Сарацина неправильно занимает своё рабочее положение, рабочее место. Но он как говорил, что если рассматривать поток эмигрантов в Германию, то вот если смотреть еврейский поток, люди все трудоустроены в массе своей, получают образование. Если брать переселенцев из бывшего СССР, опять же, люди интегрируются, получают образование или работают, профессии. Если мы берём мусульманский поток или там среднеземноморский поток, это тело Сарацина в своей книге, вот за что его, в принципе, заклевали. За то, что эти люди в самом деле не хотят как-то интегрироваться. Что значит не хотят? Вот он говорит, у нас где-то рождаемость полтора человека на три семье. В чисто типичной немецкой семье стандарт. Если взять стандартную семью мусульманского происхождения, даже если она уже не такая верующая, берёт корни свои, то, конечно же, у них другая деторождаемость. Это он взял математическим калькулятором, посчитал, что будет с Германией. И первый стал говорить об этом вопросе, что такое немецкая культура, немецкая идентичность в процессе государственности, а не личности. Потому что тема всё-таки скользкая. И это без беженцев сегодняшний. Это без беженцев. Он поднял вопрос именно о том, что будет с Германией, если ничего не изменить. Если забрали шлюзы в системе образования, и нету больше финансовых барьеров в системе образования, нету других каких-то барьеров. И всё равно получается, что традиционные семьи восточные, они не очень интегрируются, скажем так. В общем, характерно, что мусульманские семьи из республик бывшего Советского Союза, ну, приедет у вас азербайджанская семья, нефтяников каких-нибудь в Германию. Приедет у вас кто-нибудь из Татарстана, из Башкортостана, из Казахстана. Да и день и ночь, на самом деле. И приедут у вас афганцы. И приедут у вас косовские албанцы. Или просто албанцы из Албании. Там с интеграцией, видимо, не сильно лучше, насколько я понимаю. — Знаете, вот недавно было у меня автомобильное происшествие, то есть на парковке задели другую машину, вот вызвали полицию. Я разговариваю с простым патрульным. Вот человек, который устал, у него через час мена заканчивается. Я спрашиваю его искренне и честно. Вот мы стоим, протокол там подписать нужно. — Простой немецкий мент. — Как у вас вот на сегодня чаще, меньше, какие-то дополнительные часы работы появились? Он говорит, вы знаете, вот с точки зрения прилива сегодняшней миграции, я ничего не заметил. Вот когда в Евросоюз Румынию приняли, о да, статистика сильно изменилась. То есть эти мелкие кражи, Айнбрух, это когда в квартиру двери ломают или окна, Айнбрух. Тогда да, тогда сильно изменился с румынским потоком. Он говорит, ну об этом же никто говорить не будет. А сегодня вы заговорили. — А это политик не корректно? Преступность тоже имеет место, где ее производят. И албанский поток, об этом тоже стали же не сразу говорить, что албанский поток, криминально организованный поток, он достаточно страшный. — Итальянцы? Итальянцы начали быстро. — Итальянцы, может быть, когда ты... — После первого убийства? — Может, итальянцы, я не знаю, но я знаю про албанскую мафию, которая, в самом деле, захватила эти наркотрафики. И об этом, ну тоже, опять же, Мейнстрин как работает, об этом, кто интересуется, тот знает. Кто интересуется статистикой, сколько женщин на улице сегодня там за грудь хватили или там как-то ее... Ну, Белестегин — это когда женщину... — Домогательство. — Домогательство, да, происходит. — Ну, sexual harassment, потому что называется у американцев. — Как? — Sexual harassment. — Ну, наверное, вот в этом духе. — Тут самое сексуальное домогательство. — Да, то, опять же, кто интересуется, зайди в статистику, найди, но она же не выносится на первый на титульный лист. — А почему? Она не интересна читателю и слушателю, и зрителю? — Знаете, в дискуссиях с друзьями, журналисты, которые даже создают этот мейнстрим, вот в сегодняшней Германии есть такая удивительная вещь. Лакмусовая бумажка низов, так, ну, пусть мне низы простят, если кто-то себя к ним отнесет сейчас, но лакмусовая бумажка — это всегда движение правых, ультраправых. Вот они, те проблемы, которые они вслух озвучивают, стараются как бы их затушить, это, ну, не рукопожатно у нас, как можно с правами дела иметь. Но, тем не менее, то, что они озвучивают, намного меньше, целевая аудитория намного меньше, их не слышно. — А поэтому это никому и не нужно, фактически, вся эта статистика о сексуальных домогательствах. — Ну, она есть, да, но, опять же, очень узкая. Она узкая. Хочешь, зайди, посмотри, ее не скрывают, но ее на первую сторону полосы, там, центральные газеты или новости не будут выносить. Точно так же никто не будет, сегодня опять не будут вспоминать, что в 81-м году Хельмут Шмидт тогда говорил о том, что, и не только Хельмут Шмидт, у нас Геншер говорил об этом, что Германия не является страной эмигрантов. — Сегодня... — Не являлась. — Не являлась. — А теперь? — Сегодня, ну, сегодня есть такой лозунг «Вишафен», то есть мы справимся, и тоже это повод для дискуссии. Мейнстрим говорит «Вишафен», но в годы, когда политики... Вот ты выбрал политика, и, по идее, ты должен... Германия — демократическая, хорошая, прогрессивная страна. Что делает политик? Он приходит к своему электорату и спрашивает, друзья, что я должен сделать, что вы хотите? Они ему говорят, он идет в парламент или там в свои партии, как-то лоббирует это. У нас есть прецеденты, там, призывы к дисциплине внутри партии. Меркель такой, чтобы внутри партии даже не слышно было этих голосов, которые... — Не важно, что хочет отдельный избиратель в отдельном округе, важно, что хочет партия. — И вот когда ты спрашиваешь, вот этот вот разрыв, даже те, кто в Минстриме, они подтверждают, что политики уже забыли спросить у народа, вот этой обратной связи нету. — А партия наш рулевой. — И когда мы говорим «Вишафон», то есть мы справимся, они забыли спросить, чем они будут справляться, они уже вот, ну, все, они уже здесь, да, конечно. И когда я вижу кадры, как бросают вот эти вот в Венгрии эти пакеты с бутербродами, и люди в клетках, это же ужасные кадры, человек показывает женщину с грустными глазами, и она говорит «Я три дня ничего не ел», и мужчина говорит «Это гвантама», то немец по своей сути, конечно же, это человек, который, ну, у него сердце не меньше, чем у русского, или у украинца, или у поляка. — Он проявит милосердие. — Ну, у меня отдельно взятый. — И плюс еще нужно не забывать о том, насколько они травмированы тем, что, ну, как бы, в Германии существует четыре, ну, скажем таки, субкультуры. Это субкультура Западной Германии, субкультура Восточной Германии, которая абсолютно, она нанюх вот раньше всех Восток Германии чувствует, что такое талитаризм. Когда в медийном пространстве вдруг начинает какая-то подтасовка какого-то информационного поля, восточно-германцы это чувствуют намного быстрее, у них более развитые. Потом существует субкультура Западного Берлина, это особая субкультура, то есть рок-н-ролл, наркотики, смотрите, все мы живем в раю, ну, так, если по-честному, субсидии. Ну, почему нет? Люди искусства в основном, образованные, но, тем не менее, они отличаются. — Я почему-то думал, всегда, что это как близко от ФРГ. — Ну, они ближе к ним, конечно же, но они тоже отличаются, и они, с точки зрения гражданского неповиновения, они намного активнее, они намного развязаннее, скажем, или намного объединеннее, если касается каких-то их проблем. — Южный Тель-Авив. — Не был, не знаю. И четвертая субкультура, с которой немцы тоже, вот как Германия, как страна, как политический такой Олимп, они не считали. Четвертая культура — это немецкие переселенцы из бывшего Союза, которые тоже перенесли на себе диктатуру, талитаризм, комендатуру, и с ними как-то так их не замечали голоса. И во всех разговорах, что такое Германия сегодня, к чему она идет, как бы они ни пробовали кого-то загнать в правый или в левый политический лагеря, существует четыре субкультуры, ну, как для меня. И из них ярко выражены кто-то стремится более к радикальному, то есть переселенцы из России немецкие, они говорят, вы знаете, а мы выдержали столько лет в изоляции, мы не растворимся, как немцы, на самом деле. Потом существуют восточные немцы, которые имеют определенный нюх и как бы за версту чувствуют, вот началась какая-то талитарность в умах наших, как-то нам что-то не то подсовывают. Вот, и западные немцы, которые, как для меня, это пример такого комплекса, ну, так в глаза, если говорить, они обидятся, наверное, наблюдая, ну, что, в самом деле, есть темы, в которые в Германии не принято было обсуждать еще там три месяца, полгода назад, не принято. То есть они травмированы. Ну, конечно же, Вторая мировая, она дала повод, чтобы немцы себя чувствовали виноватыми. То есть, например, уничтожали гомосексуалистов, значит, всех, кто говорит против гомосексуалистов что-то плохо, значит, ну, из эфирного пространства или уберем, или какой-нибудь там ярлык повесим, ну, человек неправильно говорит. Главное, лесбиянок не уничтожали. Я просто работал над последней книгой как раз про Холокост, поэтому я по циферкам разобрал, кого там уничтожали, кого там не уничтожали, и сколько было чего, и где, и когда. Хорошо, а культура немецких турок и курдов, которые не турки, а в Германии-то их не меньше. Опять же, те турки, берем вот Берлин, он же большой, мультикультурный, на нем можно проводить лабораторные эксперименты. Вот вам Берлин, в котором живут турки, которые уступят место женщине в общественном транспорте. Да, он тянется в его внутренняя природа, все-таки она ближе к мусульманству, а не католикам и протестантам, но у него есть уже европейская культура, восприятие женщины. Давайте о женщине, о матери, о дочери говорить. Это разные такие вещи, которые в этих культурах, они по-другому. Субкультура все-таки своя есть? Субкультура, да, но он уступит место. И берем вот этих новоприбывших, молодых, агрессивных. Если сегодня в Берлине вроде бы 5000 насчитывается подростков от 13 до 18 лет, не имеющих родительского обеспечения. То есть кто-то должен вместо них расписываться в документах. Это приехавших? Это приехавших, да. Из-за вот последнего, там, год-полтора? Сколько вы... Это год, год. Это за год. А откуда все-таки? Опять же, если берем официальную статистику, откуда они? Они же стараются документы уничтожить, чтобы по закону, если есть документ присутствия, то когда тебя будут депортировать по какой-нибудь причине? Страна, откуда ты прибыл, тебя туда будут депортировать. Ну, можно ступенчатый. Ты приехал из Турции, значит, в Турцию. А если нет, да? А вот если нет никаких документов, никто не знает, откуда ты появился. Куда тебя депортировать? То есть, в принципе, он из Эритрии, он говорит, что он сирийц. Или не говорит? Ты в Германии остался. И для того, чтобы тебе дали политическое убежище, ты должен назвать очаг, в котором идет признанная война. Тогда ты получаешь на период военных действий, ты получаешь убежище. Проверять по языку, по диалекту. С одной стороны, это гуманный процесс, и он должен происходить. Кто-то же должен принимать. Но, с другой стороны, никто не считается с последствиями. И вот разговор на тему, а сохраним ли мы свою идентичность, тоже пару лет назад. Вот сейчас его начинают в Германии уже поднимать. Что такое культура? Что такое раса? Нельзя говорить немецкая. Вот это вот одна из тем табу. Табуизированная тема. Что такое немецкая раса? Нельзя говорить немецкая культура. Как она будет дальше? Как вы будете с этой культурой сожительствовать? И в Берлине есть другие кварталы. Берем Нойкёльн. В котором ты... Ну, как бы вот он есть и есть, да? Уровень намного аренды помещения дешевле. И ты идешь по улице, уже он как-то отличается от центрального Берлина или от западного. Он отличается даже цветом кожи. Если мы возьмем криминальную статистику по кварталам, то, конечно же, самая дорогая улица, самым дорогим магазинам, она по деньгам может нести урон намного больше. Ну, потому что там один пакет может стоить, там, в нем бриллианты, не знаю, да, по деньгам. Но если взять по количеству на час преступлений, то, конечно, в таких кварталах преступность зашкаливает. И это не связано с сегодняшним потоком или вчерашним. Это факт. Там немцев нет практически, если они есть не то же специфические. Ну, я понимаю, что это никуда мы... Ну, да, это никуда, абсолютно. Там даже трасса. Но! А дальше-то что? Вот мы только что говорили о перспективах Германии и Европы в целом. После заключения соглашения с Эрдоганом. Эти перспективы просты. Около пяти миллионов беженцев в ближайшие несколько лет. Два с половиной... Причем только сирийские. Два с половиной миллиона сирийцев из Турции. И порядка двух миллионов сидит в Ливане, порядка двух миллионов сидит в Иордании. Ну, ладно, половина из них точно доберется, а может и больше. Только сирийцев никуда не денетесь, по соглашению будете принимать, хоть треснете. Дальше включается механизм под названием АМЫ. А почему и орданский, и араб, и ливанский, и туров? Даже можно войну устроить. Господи, какие проблемы-то, счастье-то, когда идет война на границе, вы как разделите? Это просто данность, то есть ничего более глупого, чем решение саммита, которое фактически дало Эрдогану карт-бланш, ощущение победителя, и это действительно большой бизнес, который сейчас закрутится, да еще и на европейские деньги, почему нет? Что об этом говорит? Или ничего не говорит немецкая пресса? Да много что говорит. Опять же, смотрите, у нас на носу в марте, в марте, да, у нас в трех землях будут выборы в Германии. И... Ожидаете поправения там? Поправение? Да, электорат правеет. Ну, электорат безумно сильно правеет, и как бы ни говорили, популисты, не популисты, это как раз те из темы, на которые большая политика табуизировалась. Она сама по себе придумала темы, на которые она говорить не имеет права. То есть вот мейнстрим, он на самом деле функционирует. И АФД, это альтернатива Федоштен, это альтернатива для Германии, она у нас в Заксонанхальте, она на третьем месте сейчас. Если сейчас произойдет хоть какое-нибудь крупное событие, в котором эмигранты, ну, вот эти новоприбывшие, как-нибудь, скажем, криминально что-то будет такое крупное, как в Кёльне, я думаю, они на первом месте будут в течение суток АФД, потому что это именно... Или там Пегида, которая, это антиисламская партия, которая Европа без ислама. Они ультра, совсем ультра, и опять же, они говорят на те темы, которые другие боятся. Если вы думаете в самом деле, как Сарацент сказал, если вы думаете, что у вас есть шансы, что вы останетесь в большинстве, как немцы, а это рынок рабочей силы, притом самый неквалифицированный, будет заполнен этими, то вы ошибаетесь. На самом деле, сегодня нужно создавать целую индустрию рабочих мест. Их нету для этих людей. И как они собираются это сделать, либо они должны рассказать правду. Кто сказал, что они хотят работать? Почему они должны хотеть работать с системой европейской социальной защиты и помощи? Ну, есть система, смотрите, так много о этой системе говорят, но, правда, жизнь звучит так. Вот гражданская инициатива Ной и Кёльне, это не партия, это люди, которые объединены интересом. Они пришли к выводу, что вот этих беженцев плохо кормят, потому что они пришли, попробовали эту еду. Это еда, вот как они говорят, она неприемлема. Тебе дают трехразовое питание, у тебя крыша над головой и 130 евро вроде бы. Или 103 евро, или 130. Ну, в любом случае. Вот это и есть социальная помощь. Плюс ты не имеешь права на работу официально, и у тебя есть очах оседлости. Ой, какая катастрофа. Оседлость, ты не имеешь права на официальную работу. И они все будут делать вид, вот это правда, это бесит просто. Существует черный рынок труда, на котором уборщица известна. Ну, это не надо рассказывать. Она четыре года назад стоила 8 евро в час, сегодня она стоит 3 евро в час. Почему? Конкуренция слишком велика. Когда события в Украине развивались, такого потока беженцев из Украины не было, а цена на черном рынке, она удержалась. А беженцев много едят все-таки с Украины, если говорить об ней? Ну, я не вижу такого количества беженцев. Я не могу сказать, что они есть в большом количестве. Если бы они принимали, вот в России, если бы поставила железный занавес, и не принимала бы волну, я думаю, был бы другой разговор. Ну, куда же я дети своего взять и-то дину, я уже не говорю о всех прочих друзьях. Да, все в семье. Ну? Поэтому, что в будущем, вот АФД на третьем месте сейчас в ЗАГС и Нанхальд, это на третьем она сейчас, пока ничего не происходит, пока все тихо. Какие бы они популисты ни были, они войдут в парламент у себя. На сегодняшний день у них там около 20% уже. Это огромное количество. Вы знаете, у нас тут был наш друг и гость из Израиля, профессор Заев Ханин, который родом из Запорожья и один из блестящих специалистов по ситуации на Ближнем Востоке. Вот он как раз сказал такую не очень вежливую фразу, грустным голосом, о том, что, ребята, европейцы вообще имеют три пути. Или это фашизм, или это конец Европы, вот только уже не по Шпенглеру, а настоящий, или они будут, как мы, отбиваться от тех, от кого надо отбиваться, интегрировать тех, кого надо интегрировать, и стараться не обращать внимания на сказки, которые рассказывает высокое начальство, оперируя ценностями, которых не существует, в диалоге с людьми, которым на эти ценности плевать. А, к сожалению, большому это на самом деле так, потому что встреча Меркель с Эрдоганом, ну, я не знаю, на кого как, на меня она произвела катастрофическое впечатление. Ну, Эрдоган, давайте вот, давайте так, по сути, начнем с того, что вы начали. Исиваров был японский генерал, который сказал, что Трумана судить надо за бомбардировку. Он сказал, что конец демократии – это полная хаос и аморализация общества. То есть это он сказал у нас больше 70 лет назад. Он в Германии работал, учился, получал образование, жил в Европе. Европейская цивилизация, если ее, вот, опять же, мое субъективное мнение, если ее не охранять, она сама себя, вот в том состоянии, в котором она есть, они придумали внешнего врага. Вот у НАТО есть внешний враг, Россия, мы его будем бояться. Для этого нужно миллиарды там инвестировать в технологии, в информационную войну. Это бизнес. Но их пока сгрызут изнутри, по-моему. Но если тихим ходом, если тихим ходом сегодня не будут растворяться, и прецеденты же есть, когда Рождество, я вам могу это включить в Ютубе в течение трех минут, найду, как в немецкой школе, на немецком языке, и мам, детям, которые кто-то носу ковырят, кто-то в мобильном сидит, но он на немецком языке, им говорит, друзья мои, вы понимаете, Аллах один, рай один, нельзя поздравлять и радоваться людей, когда они с Рождеством друг друга поздравляют. Они же, что же вы делаете? Они в рай не попадут, праздные неправильные праздники. Он на немецком языке эту проповедь ведет. Красиво. В школе. Тогда внешний враг в виде России, который, это получается так, мы здесь вас отвлекаем, внимание ваше, а здесь у нас вот кролики из цилиндра, и никто об этом не говорит. А если кто их говорит, он у нас ультраправый, он у нас нерукопожатный, маргинал, ну, кто угодно. Слушайте, нам вообще-то это все как-то не пришло в голову. Тут православное Рождество, но обязательно празднуют и Западное Рождество, уже до кучи и Хануку присоединили. Но есть праздник, порадуйся, поздравь друга. Я поздравляю, друзья, из Ханука и с Днём Рождество. Опять же, и на Врусбайрам тоже, в общем, как-то не чушь. На самом деле, как-то это все грустно. А при этом мы действительно враг. Вот из Украины, не из Украины, по-моему, не из Украины, на самом деле, а скорее раскручена ситуация. Мы как-то назначены врагом? Да. Отлично. Здесь я подтверждаю, мы назначены быть врагом. И если год назад мне говорили, что ты Путин Ферштея, то есть ты можешь выразить понимание к позиции Путина, вы знаете, внешний периметр, вот внешний периметр, давайте вот здесь правила игры, посмотрим, как он играет. Это мы будем террористам омедать. Но только после новостей, потому что тут правила игры. Новостная радиостанция новости запускает вовремя. Я напомню, у нас в гостях писатель из Германии Владимир Сергеенко. Итак, гениальная фраза. Путин Ферштея, или словосочетание, точнее, понимающий Путина. Немецкий силен тем, что есть такие фразы, которые перевести тяжело так же, сочно и смачно. Да, Путин Ферштея, то есть ты проявляешь понимание к политике Путина. Это плохо. Это очень плохо. Это уже практически, ты сделал уже первый шаг, чтобы быть нерукопожатым, или твое мнение можно не слушать. Если исходить, что сегодняшнее, ну, скажем так, есть такое понятие, яба, это по-немецки я-аба, то есть да, но. И ты вот пробуешь дискуссию как-то вести, говоришь, да, но, тебе ответ скажет, Украина, прецедент, когда в опасности, вот территория, представь себе деревню в Латвии. А они что знают про Украину? Ну, они знают то, что они знают, мы знаем то, что мы знаем. Они расскажут про Латвию, которая боится, что тоже есть деревня с русскими, которая тоже сейчас будет операцией по спасению русских. То есть у них свои страхи, которые, конечно же, эти страхи ухоженные. Я сейчас без оценки того, насколько эти страхи действительно или не действительно, я по факту того, что вот есть понятие Путин Ферштея. Так сегодня... То есть у них нет понимания того, что дискутировать с русскими вопрос про Украину, это возвращаться к зонгу, который пел Высоцкий, про группу «Центр», которых идёт по Украине шаг за шагом. Вот этого они не понимают. Я тоже сейчас не очень понимаю, что... А помните, был такой спектакль «Мёртвые и живые», насколько я помню, «Шаг за шагом, за метром метр» идут по Украине солдаты группы «Центр», театр на Таганке. И вот я когда выслушал просто Меркель, когда сказала, что нечего нам там в Севастополе, был аппарат победы после соединения Крыма с Россией проводить, а у меня автоматическая реакция, это она больше не рейсканцлер или там не бундесканцлер, а на рейсфюрер. Всё. Знаете... Я очень долго учился ненавидеть Германию. Она убила это одним выражением, и во мне воскресло всё. Вот всё, что было в войну. Это тонкий лёд, под которым можно провалиться. Вот это, как его, Принчич, он есть, был, нет, был уже, был такой политик Бек, который жутко клеймил, это партия зелёных, он очень сильно за права сексуальных меньшинств выступал. Грёт за него. И вот его фраза прозвучала так, что Тила Сарацен и Принчич, они хуже Гитлера, в смысле Майнкамп Гитлера, потому что это актуальные книги. А вот так? Да. Вот его была оценка. Сейчас он на месяц заболел, потому что у него дорожный контроль полицейский нашёл 0,6 грамма наркотика сильнодействующего, кристалла какого-то. Ну да. И он больше, ну, на месяц заболел, я думаю, он не вернётся уже больше в политику большую. А что значит на месяц заболел? То есть просто врачи выписали справку, ну, не знаю, мало ли, может, психологические проблемы. Да. Вот. Но тонкий лёд, если чёрный юмор, мы все знаем про чёрный юмор французской газеты, имя даже не хочу произнесить. А я не шучу. То когда на улице вдруг, на демонстрации, выходит немец турецкого происхождения, который не хочет жить в мусульманском пространстве и говорит о том, что есть много возможностей лишить проблему с беженцами, но, к сожалению, в концлагерях печени работают, то, конечно, это ниже Плинтуса, это неправильная фраза. Ну, чёрный юмор, вот он сказал, с ним растворили договора издательские на те вещи, которые он писал там лет 10-15 назад. Но если ты сядешь за бутылкой пива, и тебе начинают говорить и вещать, давайте так, греки тоже этот образ используют насчёт канцлерин и насчёт фюрерин, да, карикатуры, где Меркель видна в форме Адольфа Гитлера. И любимый там выходной костюм там был, не помню, где этот плакат на греческом ресторане, где вход немцам запрещен, пока Меркель у власти, и наложена голова Меркель на это. Я не принимаю немецких политиков больше, я не консультирую немецких дипломатов, и я сказал им, что это солнце. Ну, не знаю, правильно ли этот диалог терять. А у меня нет диалога, у меня полсемьи в войну погибло, некоторые в концлагерях, и в этом качестве мне не будет немецкий канцлер при дедушке морском офицере, который с ними воевал и терял полсемьи. рассказывает, где мне проводить парад победы. Просто не будет. Если это так, тогда надо возвращаться в Берлин, здесь логика такая. На танках. Ну, есть тема. Они понимают, что они включили это, или они даже про это не думают. А кто включил? Давайте так, а кто включил это? Существует угроза того, что на танках нужно приходить? Угроза в чем сейчас? Существует не угроза, существует большое-большое желание внутреннее. Оно может не реализоваться, но я действительно долго учил себя не ненавидеть немцев и Германию, а теперь, к сожалению, это выключено из пространства. Но я буду в таком случае защищать немцев и Германию. Да я же понимаю. Ну, что тебе поделать? Потому что именно те правые, которые в себе несут, ультраправые, которые сегодня не боятся говорить о немецкой идентичности, о немецкой культуре, о немецкой нерасе, а именно о культуре, что такое немец, именно они в себе несут каплю коричневости. Именно тогда они являются нашим общим врагом. Но когда у нас стояли там военные базы, ибо, с моей точки зрения, если бы не позиция Москвы, никакой единой Германии бы не было. Ну, просто не было бы. Это большой бонус, подарок, и мы здесь радовались, когда Германия воссоединилась. Во времена и Горбачева, и объединение Германии, и пульсирующее сердце Европы, в котором стену ломали. Но вот интересно сейчас, вот вы говорите, что вот эти, да, они несут каплю коричневости, это действительно так, они же за национальность как бы выступают, да? И вот теперь, теперь коктейль, абсолютно гремучий коктейль. И так, они набирают популярность, как бы считают, только жуще. Но давайте так, еврейская эмиграция, она что же есть, там, антиизраильская, произраильская, фанатическая, не фанатическая, вот с кем ей объединяться? С тем, кто против арабов, бах, а это люди, которые в своей политической риторике несут коричневость. А это всегда было так. Они несут коричневость. В Голландии, в Нидерландах началось раньше. И совершенно было непонятно, что с этим делать, потому что приезжает арабская, ну, все-таки в Германии были турки. В Германии арабская эмиграция была маленькая по сравнению. В Германии есть турки. Ну, с Бельгией сегодня пошла волна. Турция была союзником Израиля, и как-то это было не так. А вот в Европе, во Франции, в Великобритании, в Бенилюксе, я как раз сталкивался с ситуацией, когда Герт Вилдерс и его группа, вот реально выступая против эмиграции из Ближнего Востока и против разрушения, пошли к еврейской общине, которая совершенно одурела от ситуации, потому что среди тех, кто к ним пришел, были люди, которые были абсолютно неофашистскими. И они говорили, мы вас не любили всегда, все, что в прошлом было, нужно закрыть или забывать, не надо переосмысливать, но нужно объединяться в будущем. Эта риторика присутствует очень часто. Но когда вы говорите про танки, на самом деле это тоже, извините, но для меня это вы сейчас спекулируете на святое чувство, потому что победа ветераны войны, у меня тоже дед воевал, и под Берлином лежит. Вы знаете, это те вещи, которые, они святые, вот они есть как святость, они есть. Есть вещи, которые... Она не будет нам рассказывать, где проводить пород победы. Я не знаю, конкретно, что она сказала. Если она бестактно сказала, так давайте ей скажем о том, что она бестактно себя повела. Но немецкий народ, он точно такой же, как и русский. Вы знаете, они так же любят детей или так же... Я догадываюсь. И вот это вот... У меня возмущение против мейнстрима, который заставляет думать, что Россия враг, или русские в самом деле... Каслер-то мейнстрим? Она мейнстрим, конечно же. Простите, но она точно мейнстрим. Если мы берем элиты, у которых власть, у которых элиты, у которых власть медийная, элиты, у которых политическая власть, они очень сильно... Вот это мое субъективное, но тем не менее, это уже не субъективное, по статистике мы это видим. Они оторвались от народа очень сильно. Владимир Владимирович, ну у нас здесь действительно никто не ожидал санкций, и уж тем более со стороны Германии. Ну, была некоторая идея, да, мы закрыли эту главу, у нас великая экономическая интеграция, в чем максимально... Я не думаю, что есть более вообще германофильский лидер страны, чем Путин, и вряд ли будет. Он действительно любит эту страну, сделал для того, чтобы наладить с Меркель отношения, по-моему, все. Так же, как, кстати, не ждали вот удара от Эрдогана. Это была абсолютная неожиданность. Было ощущение, что ну вот единое экономическое пространство. А сегодня нет ни малейшего ощущения про то, что санкции когда-нибудь будут сняты. Вы знаете, вот был момент, когда Германия была уверена в блицкрик, что принесет вот прям без особого напряжения что-то произойдет, и это принесет успехи. Сегодня мы видим такой информационный блицкрик, и еще он с оттенком холодный. То есть это кальте-блицкрик, который вот и не произошло. А что такое кальте-блицкрик? Холодный блицкрик. Это как? Ну, у нас холодная война была. То есть это как-то не блицкрик уже? Ну, вот эти санкции, это что? Они в самом деле, ну, здесь это разговор уже не о Германии идет тогда. Разговор идет о санкциях, и в самом деле, конечно, Германия и Россия в своем соединении, это очень сильный союз, очень сильный. Ну, его уже нет. И вы исторически боялись и в прошлом, и в настоящем. Но его уже нет. Его нет на сегодня. И я не думаю, что он воскреснет. Экономистов его нет. Давайте поспорим. Я не спорю. Он будет. Я смотрю на Меркель, и я не верю в то, что она отменит солнце. Вы знаете, дело не в Меркель. А Меркель-то долго будет еще? Меркель, вот Меркель на сегодняшний день так сильно в собственных рядах уже теряет, чего раньше не было. Если она теряла, мы об этом не слышали. Сегодня в ее рядах уже есть места, где говорят о том, что она, когда Германия сытая, спокойная, ленивая, Газпромом договора, заводы Фольксвагена строятся в России, Мерседесы закупаются в огромном количестве на весь правительственный квартал, все хорошо. Но когда вдруг вот эти вот вызовы современности, это правительство не оказалось готовым. И об этом стали говорить именно в христианской партии Меркель. И об этом услышали мы. Значит, она уже партийную дисциплину как-то не удержит в таком случае. Если лидеров менять, то их надо менять по всему периметру внешнему. Но это касается не только там Германии. Я думаю, Меркель не удержится. Хорошо, он наблюдает из выбора, да? Гуманно. Немцы все собираются беженцам помогать. И это правильно. А кто придет после? Вопрос насчет правильной или неправильной, я вам скажу, это большой вопрос. Потому что помогать детям, женщинам, беспомощным людям, да, конечно. Да вообще беженцам из войны, конечно, помогать надо. Это не обсуждается. Тут большой вопрос. Вопрос другого. Потому что когда к вам приходит здоровущий бугай, который вопрос беженец ли он из войны или казачок заслын, я еще не знаю, какое количество боевиков от Адагана к вам пришло. Потому что нужно четко гарантировать безопасность населения, объяснять, как они будут трудоустройственную индустрию создавать. Ведь в Германии существует собственная безработица в размере 8%. Сейчас эта безработица из-за беженцев, она люди, не говорят по-немецки. Люди, это даже молодежь, женщины, вот все они беженцы. Вот надо помочь. Для немца беженец это святое слово на самом деле. Они тоже жертвы этой понимания этого слова. А если беженец пришел освоить вас во всех планах? От сексуального насилия до грабежа. Если он нас рассматривает как добыча. И вот здесь вот есть лозунг, Меркель говорит, Вишафан, мы справимся, мы сможем, она говорит. И вот здесь я вернусь к карикатуре греческого пространства по поводу того, что она забыла у народа спросить, а вы хотите с этим справиться? Нет, они уже здесь, так давайте мы справимся. Знаете, скажу невежливую вещь. Атилла с гуннами, они были все беженцами. С китайской армии бежали, задержались немножко на Волге, а потом и Римской империи, в общем, не осталось. Хотя под каталонскими полями Айций немножко Атиллу потрепал. Поэтому понятие беженец, оно вот разные беженцы бывают. Ну, сейчас новости дальше. Слушаем новости. Да, я напомню, у нас в гостях Владимир Сергеенко, писатель из Германии. На самом деле ситуация крайне тревожная, причем она только начинает быть крайне тревожной. И я даже не очень понимаю, насколько все-таки германские официозы этого понимают. Ну, не будет Меркель. И? А что изменится в политике Портии? Ну, политик должен тоже думать о том, что после него останется, и как он, каким он останется в истории. То есть, вот Горбачев кассирует свою славу в Германии, как бы он объединитель Германии, вот он там таким и останется. Вот какой Меркель уйдет из политики? Человеком, который ввел жесткую политику против беженцев, или все-таки королевой гуманистической красоты? Или что-то в таком духе? И еще получит Нобелев, небось? За мир. Не, она может получить все, что угодно. Как известно, Нобелевская премия мира, гарантия развала страны. Ну, ну, камбан, ждет. Ну, давайте тогда смотреть не развал страны Германии. Германии вряд ли это грозит, разве что Бавария выйдет лет через 25, как Тексас. Это одинаковая ситуация. Слушайте, это не сильно долго. А вот Евросоюз находится в самом деле в состоянии, в котором не все рады, не все рады экономической политике, не все... Об этом же тоже говорить можно так, чтобы тебя не слышали, взять цифры на стол положить. То есть с демократией все хорошо? С демократией все замечательно, только, как по мне, опять же, этот мейнстрим, он чуть-чуть перевернутый. Если раньше я был ленивый гражданин, и меня устраивало, как политик, ну, я его выбрал, ты управляйся там пять лет, ну, что там, главное, чтобы у меня все в порядке было, да? А сегодня политик решил, что он придет и скажет, что мы будем делать. Забыл о народе. Забыл. И вот это... Ну, есть же политика Коли, есть политика Вилли Брандта, восточная политика. У меня ощущение такое, что от них не осталось ничего. Опять же, что вы вкладываете в этот смысл, в традиционную политику в Германии? Давайте так, у них вот политическая система, это такая карта, да, радуга, о которой они говорят, эти красные, эти зеленые, эти фиолетовые. И вот эти более к центру, справа темный цвет, слева больше такой салатовый цвет, зеленый. Ольжо, как критикует, госпожа Меркель. Ну, ее, как по мнению, очень надо критиковать, потому что дело не в том, что беженцы будут идти еще года три. А смысл есть? Шлюзы есть, слушайте, эти контрабандные шлюзы. Какие? Это индустрия бизнеса, в которых люди зарабатывают деньги, на том, что кто-то попадает в Европу, это уже индустрия. Скажите, будут новые эти разгромить, и следующие... Я не думаю, какие три года, я полагаю, что это история надолго. Там порядка 60 миллионов сегодня, миграционный резерв, в том числе под Европу. Они что, в Америку поплывут? Не на чем. Соответственно, так что-то... Ну, авианосцы, мистрали есть, вон вертоленосцы. А ничего, вы топить будете? Нет, на них поплыть можно. Их запомнили, их же надо с ними что-то делать. Вы знаете, я вам сейчас скажу простую вещь. Впервые в Германии, и этот разговор, это инфекция, которая распространится сейчас очень быстро. Это, ну, инфекция в кавычках слова. Впервые в Германии стали говорить об ответственности. Почему стремятся в Германию? Потому что тут хорошо. А откуда оттуда, откуда плохо? А почему там плохо? А потому что никогда никто при диком капитализме, мы сейчас говорим не устаканившемся капитализме в демократических рамках, а вот этих вот, там, Буркино-Фасо, вот таких вот странах. Там дикий капитализм без демократии. Мы тоже прошли эти банановые времена. Там скорее феодализм, тройбализм. И вот, наконец-то, ну, неофеодализм, он везде. Владимир Владимирович, когда у вас там тройбализм был в Германии последний раз, да, Маркомана, Лемани, Квады, Бургуны, когда они племенами... А там это сегодня. Так вот эта ответственность, да, в чём она заключается? Эта ответственность, это очень важный момент, что они стали понимать, к ним будут стремиться не потому, что у них хорошо, а потому, что там плохо. То есть это... Они дадут деньги, их там разворуют. Ну и что? Поэтому нужно строить... Вот прибыло 5 миллионов в Германию беженцев. И ступает какой-то политик и говорит, мы должны там построить им рабочими. Ну, ерунду, ахинею несёт. Вот так вы же часть этих заводов перенесите туда и устроите им там жизнь. Они сюда бежат. Отлично. Восстановите Сирию. Кто-нибудь из Германии гломанный грош в это вложит. Вот здесь вот мы сразу увидим чёткое расслоение немецкого общества. Деньги получила Турция. Западная Германия не знает того, что Восточная Германия. Солидарность, дружба народов. Это социалистическая советская пропаганда. Дружба народов. Так давайте по дружбе мы сделаем так, чтобы в Анголе тоже было неплохо. Давайте это сделаем. А Восточный немец, он же капиталист по своей сути. Слушайте, у меня всё хорошо. Моя хата с краю. Меня не очень интересует, как там в Анголе. И вот здесь вот эти вот остатки, остаточность социалистического мышления, она теперь проникает в правительственный уровень. Теперь вот эти элиты, у которых власти медийная и политическая, а также экономическая, они не могут больше не считаться с тем, что пока там будут плохо, то коридоры, по которым будут беженцы, попадают. Криминальные элементы. Они просто вот миллионы будут идти. Они будут идти, пока там плохо. А коридоры закрыть и помочь Греции границу Евросоюза? Ну, вначале Турция, они коридоры закроют, мне кажется. Нет. Но это невозможно стабилизировать всю вот эту ситуацию. Эрдоган блестящий ракетир. Он приподзакрыл коридоры только, чтобы их открыть. Он не единственный. И он откроет их в ту секунду, как ему это будет нужно. Вы обеспечены миллионами, а в будущем, может, и десятками миллионов. И если границы Евросоюза не будут герметично закрыты, после чего туда перестанут ехать. Представьте себе, что вы разведка. Вот вы разведчик такой, хороший разведчик. И у вас есть отдел контрразведки в Германии, который оценивает стратегический уровень опасности и безопасности вашего влияния. И вот у кого есть сильнее влияние. Вот какое влияние есть у Эрдогана в Турции? Да прекрасное. Турки уже выходили на автобаны, сжигали резиновые покрышки. Их там 2 миллиона. На стадионе собирались, кричали. И они делали все, что хочет. И давайте возьмем Россию. Какой у России сегодня рычаг в Германии? Она, вы видите, 2 миллиона на улице? Или у нее как-то русскоговорящие из Германии? И нет какой-то отношения к выбору в России? Мы не можем себе позволить вести себя, как Эрдоган. Соответственно, подявляется предметом. Но он не является фюрером турецкого народа. Ну, конечно, и Меркель не фюрерин, конечно же. Но Эрдоган, безусловно, фюрер турецкого народа. Ну, я не знаю, сегодня от русского ПЭНа заявление, от международного ПЭНа много заявлений о том, что со свободой слова в Турции очень плохо. Но... Ну, после разгрома грозит из Оман, я уж не знаю. Ну, после... Это уже последняя карта, мне кажется. Но там еще все впереди. Европа будет обсуждать свою безопасность с Эрдоганом, не заостряя внимание на тех проблемах свободы слова, которые в Турции существуют. Не заостряя. То есть, когда им нужно, они не глухие, не слепые. Ну, про свободу слова они нам будут все рассказывать. Они создают индустрию в противовес российской пропаганде, но они не могут признать, что они сама пропаганда. Вот это проблема в Германии. Мейнстрим – это и есть пропаганда. То есть, это катастрофа, да? Вот люди даже не могут назвать себя своим именем. Ну, давайте так, по-честному. Вот вы можете сказать, я пропаганда российского государства? Да, конечно. Я всегда говорю то, что я думаю. Я говорю то, что я думаю о себе и своих отношениях с государством Израиля. Но я как еврей, но я говорю ровно то, что я думаю о государстве Израиля, имея на это право. То же самое о России. Это моя страна. Я за нее буду воевать. А здесь вернемся в комплекс неполноценности целого государства или нации. Слова «концентрационный лагерь» – это очень больно произносить. Слова «пропаганда» – произносить очень больно. Я не знаю сегодня журналистов Германии, у меня круг очень большой. Кто бы мог сказать, да, я работаю на пропаганду Германии, да, у нас есть такая пропаганда. Да не знаю таких мышц. Хорошо, не употребляйте слово «пропаганда». Я, безусловно, работаю за свою страну. В том числе по еврейскому обычаю Дина – это Махута Дина. При этом у меня нет ни малейших иллюзий по поводу того, чего здесь плохо. У меня нет ни малейших иллюзий по поводу того, чего плохо у соседей. И нам будет Германии не хватать. Но нам будет не только Германии не хватать, когда если вдруг там, не дай бог, произойдет то, что происходит, а происходит, по-моему, катастрофа. Потому что вот настроение бодро, идем ко дну, говорили, когда-то по годике наши. Я сейчас вот абсолютно четко услышал, и это лишний раз доказывает, что я прав в своих стремлениях. Я говорю, что нужно садиться за круглые столы и разговаривать. И не политикам, а нам, писателям, журналистам. Потому что ваши страхи я тоже не смогу разубедить. Давайте посадим здесь пару немцев, которые разные взгляды имеют. И они будут говорить с вами, говорить, что они тоже боятся того же самого, что и вы на самом деле. Или будут говорить вам о том, как они справятся с вашими страхами. Они не будут хамить, дерзить, что это не ваше дело. Они попробуют тоже рассказать о своих страхах. И этих страхов очень много. И беженцы, и давайте так, экономически находимся мы в ужасных временах. Нет, у меня страхов-то никаких нет. Пока цена на патроны невысока, мы отобьемся. Вот если, не дай бог, подорожают, тогда конечно. Вы чувствуете, что вас нападают? Я всю жизнь на войне. У меня с этим все хорошо. А вам все из Германии, как кажется, на Россию нападают? Вот у нас тут насчет сытости все так как-то не очень. Знаете, я не знаю немцев, которые бы в разговоре прибегли к аргументации о том, что они патроны дешево стоят, танки еще производятся. А поэтому мы не Германия, и беженцы к нам не идут. Не уверен сейчас, что это правильный вектор разговора. Это агрессивный вектор, который... Я сейчас не мультитолерантный немец, который хочет защитить немцев. Да в чем здесь агрессия-то? Германия же тоже не боится ничего. Давайте так, вы говорите о том, что патроны еще есть. А я говорю, вы знаете, Мерседесов уже нет. Вот если бы здесь стояло два завода Мерседеса совместно с Жигулями, а Жигули стояли бы в Германии тоже, вот если бы еще там стояли... Ну почему, 5 тысячи? Ну почему, 5 тысячи? Ну, Евгений, я до такой степени ненавижу Германию. В год, например. Что, 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 к чему, да, к чему идут? Совместный бизнес, да? Скрепляет товар оборотом. Нет, не бизнес. Давайте так, есть прошлое, есть будущее. Вот в будущем на патронах не построишь ничего. Ни с немцами, ни без немцев. Ни с американцами, ни без американцев. Ну, по-разному. Патроны скорее помогают защитить. Я понимаю, что они нужны, они очень нам нужны. Если вы богаты, вы добыча. Если вы бессильная добыча, значит, вас не будет. Таков закон истории. Ну, я считаю, что надо вместе, понимаете? Вот если что, возьмем пример, просто идут американско-европейские сейчас переговоры, которым практически никто не имеет доступа. О том, какая будет таможенная система, это будет единая таможенная система европейско-американского пространства. Ну, у нас там не будет. Трансатлантический торговый договор. Никто не имеет доступа к этим переговорам. Как мы можем вместе, когда есть Обама, есть Меркель, а нас там точно нет и не будет. Что мы можем сделать вместе? Я же говорю, нам, когда вы станете частью Турции, нам вас будет не хватать. Но сделать-то мы ничего не можем. Да не очень. Очень смешно. Вряд ли мы станем частью Турции, потому что мы Европа. И я думаю, что ценности у нас одни. А Турция была на полу... Турки стояли под Веной. И они об этом хорошо помнят. Вы преувеличиваете все-таки вот эту опасность. Да это не опасность, это история. Я вот как-то, находясь в Германии, чувствую себя, что я активный, такой протестующий против немецкой политики. А тут вдруг я чувствую, что я должен ее защищать. И немцы я должен защищать. И это абсолютно правильно и честно. Я надеюсь, мы еще раз просто будем встречаться. Слушатели, просто понять-то на самом деле, надо все-таки ситуацию, а времени для этого ужасно мало. Огромное спасибо. Вот сегодня. Вам спасибо. Ну а дальше будем встречаться и сидеть. Хотя бы мы с вами. Я напомню, у нас в гостях был Владимир Сергеенко, писатель из Германии. И услышимся с вами через несколько дней.